Спонтанная поездка обойдется в три раза дороже, чем запланированная. В этом убедился Денис Черепанов. В августе иркутянин собирался слетать в Сочи. Прямых рейсов нет только через Москву. Но, проанализировав российский авиарынок, через интернет решил отложить поездку минимум до сентября. Сейчас стоимость билета в столицу и обратно начинается от 50 тысяч рублей. Такая цена очень сильно действительно бьет по карману, хотя наше правительство говорит о том, что нужно делать какие-то дотации и спонсировать перевозки, чтобы они были дешевле. Но вот пока во время рабочего периода, когда находясь на работе, билеты стоят в командировку летаю, билеты стоят 7-8 тысяч, то летом, когда отпуск и охота полететь и отдохнуть куда-то, билеты возрастают просто высоко очень. Сейчас и достать билеты до Москвы весьма проблематично. Июль и август – период отпусков и пик сезона пассажирских авиаперевозок. Такая тенденция отмечается ежегодно. И это несмотря на то, что по направлению Иркутск-Москва ежедневно выполняется 6 рейсов. По мнению экспертов, заоблачные цены продержатся до сентября. Самым популярным является рейс Иркутск-Москва, так как это главный пункт пересадки до таких направлений, востребованных как Санкт-Петербург, Анапа, Сочи. Прямых рейсов туда не выполняется. За границу, опять-таки, тоже только через Москву. Если в апреле можно улететь 1012 в одном направлении Иркутск-Москва, то сейчас это может быть и 30. То, что иркутяне переплачивают за авиаперевозки по сравнению с жителями других регионов, можно убедиться, зайдя на официальный сайт Растата. Здесь в открытом доступе размещен абсолютно объективный показатель усредненной цены авиабилета в расчете на тысячи километров пути. Так, в Забайкалье этот показатель остановился на уровне 2700 рублей, в Красноярске 3800 рублей, а иркутским пассажирам приходится выкладывать 4300 рублей. Чтобы хоть немного сэкономить, предприимчивые иркутяне отправляются в соседние города и уже, к примеру, из Красноярска летят в Москву. Там рейсов в столицу еще больше и можно найти вариант на 30-40% дешевле. В связи с этим скорректированы многие туристические направления. В связи с высокими, вот как раз с авиатарифами, в связи с тем, что у нас сейчас много чартеров летает прямых рейсов и в Азию, и в Европу, и даже в те страны, которые из Иркутска не летают авиарейсы, ближайшие города Красноярска, Новосибирск, то есть оттуда очень удобно, у кого друзья, родственники. Накануне стало известно, что специалисты антимонопольной службы разрабатывают электронную систему мониторинга тарифов российских компаний. Ее планируют запустить уже в следующем году. По мнению разработчиков, она поможет сделать космические цены вполне земными. Туяна Немаева, Дмитрий Гафанович. Новости сейчас. Продолжение следует...